Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня с вами приготовим клубничное пюре. Это пюре я использую как в капкейках, так и для прослойки тортов. В частности, ваниль клубника делается с таким пюре. В этот раз я покупала ягоды на развес. Вот здесь у меня полкило. Если я покупаю упаковку, она 900 граммовая идет, то я пакет делю пополам, 450 грамм использую. И, соответственно, вот сейчас у меня полкило ягод, я буду использовать 100 грамм сахара, а если 450, то 90 грамм. Вот ягоды у меня, они заморожены, их вот только вытащила из морозилки. И сейчас включаю газовую плиту и ставлю на огонь. Огонь я делаю средний, и сейчас вот именно на огне ягоды будут оттаивать. Не просто так вот оттаиваю ягоду, что она в воде потом плавает, а именно вот так на огне. Периодически помешивайте. Ну вот, ягоды начали оттаивать, но они еще не оттаили. Пар идет вот такой, это из-за того, что ягоды морожены. Вот такой способ разморозки, он позволяет уже вот на этой стадии лишней влаги из ягод уйти. И это позволяет мне не использовать никаких желирующих таких веществ. В свою начинку клубничную я не добавляю ни крахмал, ни пельсин, ни желатин. И при нарезании тортиков эта начинка не будет у вас течь. На среднем огне, еще раз повторю, вот потихонечку так они у нас размораживаются. Мы их периодически помешиваем. Ягоды растаяли, и сейчас мы будем делать из нее пюре. Я буду делать в чаше блендера. Пюре сделали, обратно вернули в костюлю. И теперь добавляем 100 грамм сахара. И будем с вами, сейчас доведем до кипения. И на среднем огне проварим с вами 3 минуты. Я обычно даже засекаю, чтобы сильно много не переваривать. Все, вот, вы видите, начинает кипеть. Делаем средний огонь. И засекаем 3 минуты. Процесс варки я сразу останавливаю. Наливаю холодную воду в раковину. Пока у меня готовилось 3 минуты, я постоянно помешивала. Чтобы клубничное пюре не пригорело. Ни с боков, ни внизу. Чтобы вот пригоревшего ничего не было. Потому что этот вкус дает нехороший. И нам сейчас нужно остудить. Сначала в воде вот так. Даже вот... Так уже видно, что оно стало гуще намного. Но это оно еще горячее. Можно периодически помешивать. Можно даже воду слить, еще раз налить, чтобы быстрее остыло. Так как, если долго такое пюре будет находиться в горячем состоянии, оно просто будет темным у вас. И вкус другой будет. Ну все, ждем, когда остынет. Приготовим контейнер. И в контейнер уже будем остужать ночь в холодильнике. Для стабилизации. Вот такое мы с вами приготовили пюре клубничное. Вот оно. Закрываю его крышкой и отправляем в холодильник на ночь. Завтра будем собирать тортик с этим. Еще раз скажу. Вот в это пюре я не кладу ни пектин, ни крахмал, ни желатин. Это для капкейков и для торта ваниль клубника. Этот торт, почему его очень любят, он очень популярный у меня в кондейсерской, потому что вот именно такое идет пюре. У него такой чистый клубничный вкус. И это очень хорошо сочетается с крем-чиз на сливках. Очень вкусно получается. При разрезе торта пюре не течет. Так что пробуйте, готовьте. Рецепт оставила внизу. И до новых видео. Ваша Ирина Воскресенская. Ирина Воскресенская. Ирина Воскресенькая. Продолжение следует...